Библейский портал экзегет.ру представляет Трагическая фигура Ефая в 11-й была, в 12-й, сегодня читаем 12-ю главу книги «Вождей», как я ее назвал в своем переводе, или «Судей», как она традиционно называется. Вот мы в прошлый раз, в прошлой главе читали о том, как Ефай принес в жертву свою собственную дочь, просто не подумав, дал обет принести в жертву первое, что выйдет из его дома, а вышла дочка поздравить папу с победой, и Ефай, вдумчивый политик, тонкий стратег, харизматичный вождь, дипломат, который прекрасно умеет добиться своего в переговорах и отстоять интересы своего народа, вдруг оказался перед лицом собственного обета беспомощным фанатиком, который тупо исполняет то, что сам пообещал, не подумав, не точно сформулировав. Ну, это мы в прошлый раз обсуждали, а сейчас 12-я глава, и уже начинается внутренняя политика. Есть прекрасное выражение «У победы много отцов, поражение всегда сирота». Победа, победа над амонитянами, и, как всегда, начинается дележ славы и трофеев. Ефремлине, ну, одно из крупнейших колен или племен, собрались вместе, пришли Ордану с Афоной и спросили у Ефай, что же ты выступил на войну с амонитянами, а нас с собой не позвал. Ну, как бы, кто вам мешал? Напали на ваших родственников, на соседние племена. Вы наверняка об этом знали. Ну, мы справились без вас, если вы хотели помочь, то могли бы прийти, да? Но раз победа, значит, мы обижены, что нас не пригласили к дележу добычи. А нас с собой не позвал, мы за это спалим твой дом с тобой вместе. О, как! Победителя поздравить пришли. Да, вот дикие времена, все время в этой книге судей абсолютно какие-то вот зверские формы жизни. И книга судей не про то, что Древний Израиль был хорошей, а книга судей показывает, с какого низкого старта все начиналось. Насколько это было дикое племя, собственно, ничем не отличавшееся от всех окрестов. Ефай ответил вам, когда у меня и моего народа была великая вражда с амонитянами, я позвал вас, но вы не поспешили на подмогу против них. А раз я видел, что вы не идете на подмогу, то решил рискнуть жизнью и пошел на амонитяна. Господь передал их в мои руки. К чему это вы теперь явились воевать со мной? Ну, то, что с амонитянами это сложно, повоевать было, а с Ефаем легко. Ефай собрал всех галадитян и сразился с Ефремлинами. Ага, уже начинается война за дележ добычи. Те, кто не участвовал, хотят тоже. Галадитяне разбили Ефремлин за то, что те называли их беглецами Ефремовыми, мол, они вышли из племен Ефрема и Моносии. Другой вариант перевода — Ефремлин, а их боевой клич был Ефремлиним беглецы Галаат среди Ефрема и среди Моносии. Что имеется в виду? Дело в том, что Галаат, вот если посмотреть на список израильских колен или племен, такого племени колена нет. В книге Судей, кстати, есть. Начиная с песни Девора, где там он упомянут. А на территории Галаада действительно проживала половина племени Моносии. И поэтому и близкая к нему племя Ефрема и племя Моносии смотрела на них так подозрительно. То есть это вроде как наши, а вроде и не совсем. Вот эта вечная вражда между близкими народами, между близкими этническими группами. Они такие же, как мы, но думают, что особенные. Что это они? Давайте мы их проучим. Или мы особенные, а эти думают, что мы просто их отколовшийся кусок. Что это они так о нас думают? Вот. И это среди них было ничего нового. И вот, смотрите, междоусобная война самая жестокая, между прочим. Самая жестокая. Галадитяне заняли переправу через Иордан, чтобы ловить у целебших Ефремлин. Ефремлине же к ним пришли, галадитяне их разбили, и вот те отступают за Иордан. Иордан — граница. Когда какой-нибудь спавшийся Ефремлинин подходил и просил позволения переправиться, они спрашивали его, а ты не Ефремлинин? Нет, — отвечал он. И тогда они приказывали ему произнести слово «шибболет». Слово означает «колос». Он выговаривал «сибболет», иначе у него не получалось. И тогда они хватали его и убивали у переправы через Иордан. Тогда из племени Ефрема погибло 42 тысячи человек. Первое в Библии свидетельство о диалектных расхождениях среди израильских племен. То есть, ну, знаете, как на севере говорят на «г», а на юге говорят на «г», и сразу южанина слышно. А у нас в Рязани грябы с глазами, их едят, а они глядят. Вот, очевидно, ефремские диалекты, глацкие диалекты различались чуть-чуть. И мы сразу, как слышим, с юга приехали. Или наоборот, с Вологодщины. Вот так они слышали, и это повод убивать. Есть даже такие анекдоты, я не буду рассказывать довольно злые, про то, как готовы убить людей, выговаривающих то же самое слово по-другому. А это вот отсюда еще началось. Причем, смотрите, амманитян разбили. С амманитянами там долго разбирались. Переписку вел дипломатическую этот самый Ефай. Наверное, не переписку, а устные речи. Вы зачем на нас напали, а вот мы говорим, что мы хотим от вас обратно землю. Так это не ваша была земля, мы у другого народа ее отобрали. Вот бесконечные эти выяснения. А со своими-то чего-то церемониться. Пришли, говорят, так, что тут за безобразие, ты их победил, нас не позвал, мы тебя сожжем. А ну-ка, мы сейчас вас всех прогоним, а кто говорит не по-нашему, тех убьем. Очень жесткая история. Своих всегда бьют больнее. Ефай был вождем в Израиле шесть лет. Когда он умер, то его похоронили в одном из голландских селений. Ну вот, эти вожди сменяют друг друга. После него стал вождем Ивцан из Вифлеем. У него было 30 сыновей, еще 30 дочерей он выдал замуж на сторону. Ну, то есть, из родного города куда-то. В жены своим сыновьем он взял 30 девушек. Нам кажется, это логичным, а для того времени необычно, что ровно по одному. Да, очень много брачных союзов было многоженством. Так или иначе, от их чины. Он был вождем в Израиле семь лет. Когда Ицван умер, его похоронили в Вифлееме. После него вождем в Израиле стал Илон из племени Завулона. Он оставался вождем в Израиле 10 лет. Когда Илон из племени Завулона умер, его похоронили в Айолоне на земле Завулона. Видите, это еще не единое государство. Вожди — это просто некие авторитетные люди. Каждый живет в своем родном городке. Столицы нет, центрального правительства нет. Просто вот такой судья-арбитер, такой вождь на случай войны. Когда нет возможности решить спор миром, прибегают к нему. Когда нужно собрать армию, он ее за собой ведет. После него вождем в Израиле стал Авдон, сын Хиллели из Пиратона. У него было 40 сыновей и 30 внуков, и они ездили на 70 ослах. Вот эти бесконечные упоминания ослов. То есть богатая семья у каждого по ослу, как сегодня автомобиль. Он был вождем в Израиле 8 лет. Когда Авдон, сын Хиллели из Пиратона умер, его похоронили в Пиратоне, в земле Ефремовой, на Маляковом Нагорье. Ну вот, сменяют друг друга эти судьи, они же вожди. А в следующей 13 главе у нас появится самый великий из этих вождей. И про него будет все остальное еще из книги.